всем доброго утра раннего предновогоднего утра я ставлю кофе и расскажу о чем будет это видео будет совсем немного кулинарии алиэкспресс отвечу на вопрос алиэкспресса отвечу на те вопросы которые вы мне задавали маленьком предыдущем коротком видео если кто не видел заходите на youtube и задавайте вопросы часика через три-четыре я открою телефон и буду прямо можно сказать эфире отвечать на все вопросы которые к тому времени будут написаны конечно же поздравления и подведу итоги что мне понравилось а что мне не понравилось что я рекомендую а что не рекомендую ну что включаем позитив все мои продукты уже на столе и на столе ноутбук обожаю я music которые были сняты уже 2000 года иногда смотрю фильмы снятые в ссср я их тоже очень люблю они тоже очень хорошие но они уже немного подойдут надоели тем более в этих новых мюзиклах снимаются те актеры и те певцы на которых я выросла даже самая насти каменских блестящие татушки королева не буду перечислять да та же самая алла пугачева лайма вайкуль здесь смотрится ну просто шикарно по современному модняча и по моему они сейчас выглядят намного красивее чем в те 80-е годы что готовим любимый салат моего мужа из куриных сердечек несмотря на то что сердечки куриные салат по настоящему мясной колбаску колбаску на оливье в последнее время я отвариваю не доверяю я сырому молоку сырым яйцам и в последнее время сырым колбасам тем более если будут кушать его детки на мой взгляд и и надо обязательно термически обработать ветчинка практически идет во все салаты сельдь горячего копчения вообще нужна была скумбрия горячего копчения но хорошего качества и и уже не взяла хорошую жирненькую сель буду готовить суши с мидиями из тоже с копченой сельдью вообще я готовлю семгой но или была такая цена что нереально дорогая или ее не было хорошего качества из-за этого буду пробовать скопченой сельдью обязательно внизу напишу как мне понравилось или нет салат с пекинской капустой и ананасами в первый раз хочу сделать рулетики из омлета грибов и курочки а пока все отваривается я покажу с чего начинался все-таки мой канал смотрите какая умничка 8 54 а у меня уже почти все готово и мои помощники уже на стадии завершения дочистить яички а я перешла на новогодних сватов посмотрела сказку musical красная шапочка теперь поднимаю настроение новогодними комедии ну и вот это то с чего начинался мой канал до адаптер для пальчиковых батареек первые свои видео я снимала на фотоаппарате canon который заряжался с помощью пальчиков батареек не аккумуляторной батареи а батареек у меня была нереальная тяга к работе она у меня до сих пор есть но у меня мало времени вот посмотрите а вот эта подставка так называемая была моим первым штативом я туда вставляла фотоаппарат наклоняла ближе к краю а внизу снимала мастер-классы я была очень счастлива и сейчас счастлива у меня теперь есть и хороший статив у меня теперь есть камера кстати с камерой я не подружилась вернее как самой видеокамера я подружилась но я не подружилась с видеоредактором из-за этого я все таки перешла на мобильный телефон в котором я и естественно и монтирую мне намного легче и проще камера камера просто лежит и в последнее время на камеру даже не снимаю и детские утренники потому что она большая и потому что тяжело очень обрабатывается видео или я просто еще не научилась может быть если у меня появится время я научусь обрабатывать видео с видеокамеры но пока я снимаю на мобильный телефон так сборку салата оливье я пропускаю буду вместе с вами собирать салат из копченой рыбы рыба должна быть обязательно горячего копчения чтобы она была практически пастообразной картофель в мундире я натру на крупную терку и сразу смешаю с майонезом картошечку я ровным слоем распределила по форме можно такой салат укладывать и на тарелочку 4 яйца я отделила белки от желтков теперь сверху картошки я натру белки белки распределили и теперь тоненьким слоем майонеза совсем-совсем тоненьким на белки укладываем рыбку также равномерно по всей тарелочке я уклала слой копченой рыбы теперь можно слоить майонеза можно и не слоить скумбрия когда была я ее не слоила потому что скумбрия сама по себе очень жирная и следом уже желточки для этого салата я использую два вида сыра это сыр твердый который я нарезаю на самую-самую мелкую терочку которая есть у вас в доме и сверху желтка посыпаю сначала сыром совсем немножко не надо сильно много его использовать вот смотрите буквально чуть-чуть что даже из-под низу видно сеточка майонезная а сверху я нашла самый мягкий сыр плавленый подморозила в морозилке и сверху все это затру еще плавленым сыром самым мягким который у вас только есть вот такой вкусный сочный салатик у нас получится из копченой рыбки кстати срок плавленым мы натираем на самую крупную терочку тогда он получится вот такой красивый а следующий салатик у нас самый любимый салатик моего мужа из куриных сердечек и ветчины для салата из куриных сердец я беру пол килограмма сырых куриных сердец я их отварила и порежу соломкой сначала напополам потом нарезаю соломкой также соломкой нарезаю один огурчик 150 грамм ветчины и делаю вот такую зажарку или пережарка называется как на плов лук и морковь здесь у меня две небольшие луковицы и половинка морковочки с растительным маслом и немного черного перца это все можно не заправлять майонезом а заправлять им горчица в зернах и сметанка на любителя ну и главная фишка этого салата обязательно кроме соли его надо поперчить перчиком и пережарка здесь обязательно хочу в этот раз добавить немного соломкой нарезанного сыра сыр у меня твердый и соломки буду делать длинненькие вот он уже готов обязательно его попробуйте здесь не скажу главный ингредиент суппродукт он вполне мясной и нет никакого запаха суппродуктов какое-то неприятное чистое мясо с беконом и сыром очень вкусно сыр я попробовала в первый раз очень понравилось самое главное не ложить его много наверное вот на часах 13 14 я закончила приготовление новогоднего стола помыла голову открыла видео и теперь по порядку самого начала буду читать комментарии отвечать на вопросы плюсики плюс интересно все буду кстати сразу отмечать кому ответили так плюс через какое время вас начали смотреть сколько вы это ждали не могу сказать точно по моему у меня было около двух тысяч подписчиков когда как бы начали поступать и комментарии когда я увидела работы похожие которые были на моем канале и общаться конечно зрителями через социальные сети тогда была популярна одноклассники вконтакте она и сейчас популярна но в украине вот эта блокировка которая ограничивает нас в работе теперь очень много времени убивается просто убивается на работу свипен и меньше я теперь как говорится предлагаю видео и предлагаю как бы рекламу в социальных сетях хотя социальные сети очень сильно помогают блогеру раскрутиться так сказать и работа конечно работа на данный момент тогда по рекомендациям для раскрутки канала я выпускала видео каждых четыре дня и это заметно подымало канал сейчас у меня в планах продолжить каждых 45 дней выпускать видео но мы мечтаем но не всегда наши мечты сбывается следующее конечно интересно так следующее это по поводу торговли где лучше идет торговля через instagram или со столика на рынке круглый год торгуете со или перед праздниками только так ставлю классик залезла не куда-то в меню так что касается торговли в инстаграме у меня пока нету профиля с которого я торгую нет никогда как-то мне чаще всего у меня группа в вайбере там у меня мои клиенты которые пришли туда самостоятельно и добровольно то есть я никого насильно туда не приглашала торгую я на столике когда тепло два-три раза в неделю я выхожу стабильно два раза в неделю выхожу когда холодно ну смотря по погоде если на улице сильно холодно люди скукожились они не смотрят на прилавке не не смотрят на твои бантики не быстрее бегут домой когда тепло все отлично перед праздником перед праздниками сейчас новогодними я торговала исключительно по вайбер и те заказы которые были на танцы я хожу у девочки там покупают украшения и вайбер у нас сейчас в украине чаще всего рулит вайбер ближайшее время да я хочу завести торговую страничку в инстаграме но нет у меня на этом ко времени обязательно instagram у меня только для вас мои дорогие только для тех кто подписаны на канале youtube следующее закрываем и читаем не очень интересно крепление ваших серединок как и чем их крепить у каждого свои секреты что дает фантазию и мышление спасибо крепление моих серединок клей клей и неоднократно я применяю и горячий и полимерный клей вместе в каком-то из видео я уже об этом говорила и показывала то есть на ленту я наношу горячий клей а на серединку на нашу полимерный клей и вполне устраивает вполне это все хорошо держится если есть возможность с другой стороны кабошона для пластикового или металлического сделать небольшие царапинки то клей действительно держится намного лучше и только клей я ничего не пришиваю следующий вопросик от римы мне тоже так хочется сделать свой канал у меня много идей но очень страшно как вы решили создать свой канал с какими мастер-классами лучше начать с легкими или сразу обалденные бантики забацать конечно обалденные бантики забацать ну как по мне надо начинать с того что самое модное и что самое так говорится востребованное то что уже есть у всех ну они не принесут вам успеха и не принесут вообще вам какого-либо просмотра очень часто если рукодельница знает как делается этот бантик они посмотрев аватарку уже понимают что и как конечно с самыми классными и красивыми бантиками как я начинала свой канал я его не начинала за меня это начали мои друзья которые просто заставили меня зарегистрироваться они они он он саша саша который сделал канал сделал вот этот розовый бантик он туда все прикрепил и сказал вот держи только попробуй не сделать такую красоту вот канал если очень благодарна саша саш если ты смотришь огромный тебя привет у меня редко смотрит потому что ну что что его мои бантики не интересуют он больше по компьютерной сфере но тем не менее огромное ему спасибо это он подсказал увидев мои работы он подсказал что нельзя сидеть на месте и надо что-то делать так что ждете от вода хрюшки ну только хорошего самое главное чтобы было здоровья остальное будут будет здоровья будут деньги заработаем и купим так сколько снимали свой первый ролик мой первый ролик я снимала минут двадцать первый ролик я свой снимала на телефон и не на телефон на фотоаппарат и я не умела монтировать я пыталась сделать это все очень быстро и первого моего ролика нету на канале это было по моему распаковка да по моему это была распаковка очень такая не стыдно было потом смотрите его удалила ну а потом зайдите на канал посмотрите эти ролики без монтажа я иногда смотрю смеюся эта история с этого начинает каждую многого многих блогеров были какие-то ошибки чему-то научились и вы обязательно научитесь самое главное пробовать а насчет нервничала я до сих пор нет ничего вы себе представить не можете как я нервничаю особенно когда выкладываю влоги переживаю до потери пульса дальше мне очень интересно узнать как начинался ваш канал где вы храните свои инструменты ленты и все для бантиков это я сделаю отдельное видео обязательно сделаю отдельное видео хотелось снять можно сказать еще вчера но не хватило времени потому что у нас танцы у нас выступление у нас сказки как только закончатся сказки в дака искре я обязательно сниму все свои хранения меньше с тому же порядочек все отлично все отлично разложено по своим местам но для того чтобы снять этот ролик мне нужен очень хороший цвет я поработаю над цветами обязательно вам покажу следующая прямые трансляции с чего начали интересно все прямой трансляции очень хочется очень очень хочется прямые трансляции но у меня такие шумные дети что с ними будет очень тяжело работать прямой трансляции а днем ну ряд ли днем соберется такое количество людей чтобы это было действительно интересно чтобы с вами пообщаться чтобы вы задавали вопросы чтобы я вам задала вопросы но мы обязательно об этом подумаем подумаем и не раз один вопрос как у вас на все хватает времени кто вам сказал что мне хватает времени у меня его уже вообще не хватает вы себе не представляете как у меня не хватает времени я убираю по ночам кушать готовлю по ночам втираю тоже по ночам завожу машинку в три часа ночи встаю это все вывешиваю это жизнь такая и пока мы двигаемся пока мы в таком ритме мы живы и жить будем долго и счастливо поверьте мне я например очень боюсь вот этой апатии для меня чувство усталости намного лучше чем какое какое-то безделье и какая-то невостребованность я очень люблю когда у меня много заказов когда у меня много идей и я и вот у меня сейчас если честно лежит три или четыре пакета 4 4 пакет это будущее мастер-класса то есть я уже сделала одну резиночку или там две-три пары резиночек и подготовленные материалы отрезки которые будут непосредственно на мастер-классе и вам желаю вот такого же самого движения когда тяжело но это жизнь и она прекрасна в таком движении только понимаешь что ты жив ты счастлив и ты ты кому-то нужен это очень клево следующее очень интересно посмотреть видео с чего вы начинали свой канал я уже показала кто не видел кто перемотал смотрите заново так я вот решилась начать свой канал еще 2016 году сняла два видео и забросил времени хватает сейчас сынок подрос и решили с ним попробовать еще разок заходите а ну это реклама очень приятно зайдем посмотрим я думаю не только я по комментариям зайдем посмотрим канал развития канала ребят это не ко мне есть очень много забейте в поисковике в яндексе в google и забейте самом поисковике youtube как развить youtube канал я смотрю канадена не очень нравится он конечно иногда такой нудноватый ну так положено нужно тянуть время нужны определенные ролики такие я делаю нужны ролики которые длятся больше 20 минут ну блин мастер-класс они будут смотреть больше 20 минут из-за этого только я и решилась на блоге иначе youtube не продвигает эти каналы у которых ролики меньше чем 15 20 минут ну ты изредка я вам надоедаю своими влогами а может кому-то нравится мне многие писали что им нравится мои влоги мне очень не очень приятно будем общаться и дальше пишите вопросы буду на них отвечать кстати как вам такое видео в таком формате что я отвечаю на вопросы фону вы пишете я вам сразу отвечать тоже напишите в комментарии если вам это нравится давайте будем продолжать такую рубрику рубрику следующая мариша добрый день извините вопрос не в тему мы думаю многим интересно где где-то вашем мастер-классе видели про струну терморезки вы вроде говорили что ее хватает на несколько лет использование я же меняю их как перчатки то есть струны может я что-то не так делаю покупала на ярмарке мастеров блин терморезка у меня терморезка вот так которую я купила вот у меня то есть струна я ее не меняла единственная научилась ее подтягивать я показывала видео что она мне растянула растянулась и не прислали в электронке как правильно ее подтянуть и и про подтянула так как действительно это надо и она вообще реально она как новенькая то которую я купила я вам оставлю ссылочку на терморезку если интересно кстати снять видео как правильно подтягивать струну на терморезке напишите об этом в комментариях я вам действительно покажу как ее правильно подтянуть чтобы она не отвисала вот я ее подтянула и уже работаю на день наверное недели две и она больше пока не растягивается ребятушки напишите надо сниму обязательно следующее нам всем интересно и мастер-класса и прямой трансляции вас очень интересно смотреть спасибо большое улечка очень приятно все я ответила на все вопросы дорогие мои любимые рукодельницы я вас поздравляю с новым годом вы не против я подготовила новогоднее поздравление я написала ему на бумажке я буду показывать свою елочку и зачитаю вам его от чистого сердца я вам всего этого желаю ну что мои дорогие вы вас поздравлять с новым годом это моя елочка она мне не очень нравится но на очень-очень нравится моим детям они и выбирали сами если не считают что она самая красивая значит она так и есть смотрите я написала текст ну он нескладный зато от души поздравляю вас с новым годом наши дорогие девчонки я поздравляю и желаю вам побольше времени именно на себя на то чтобы мы всегда были красивые чтобы мы были всегда самые лучшие чтобы мы были сюда самые лучшие для своих половинок и для своих деток если ваши хобби мешает вашей личной жизни ваши ленточки и ваши занятия мешают семейному счастью спалите ваши ленточки это мой искренний вам совет спалите ваши ленточки живите для себя живите для ваших близких и родных если вам кажется что ваши близкие и родные к вам плохо относятся вами не интересуются а вы задумаетесь вы ли так к ним интересуетесь или ваши хобби у вас на первом месте а потом только близкие обязательно об этом задумайтесь я вам желаю искреннего женского счастья вам желаю чтобы позбывались все ваши мечты кто-то мечтает о красивой фигуре кто-то мечтает о хорошей карьере кто-то мечтает хорошем здоровье обязательно она сбудется самое главное к этому стремиться еще самое главное я хотела бы пожелать здоровья здоровья нашим мамам и папам это самые-самые дорогие люди что только есть на нашей земле я их очень люблю ценю я не представляю своей жизни без родителей серьезно для меня многих моих друзей их уже просто нету я для меня это самое страшное желаю здоровья вашим родителям вашим детям вашим бабушкам и дедушкам если они у кого-то еще есть и главное живите и радуйтесь жизни второй жизни вам никто не даст с вами была мариша пастухова я очень рада что вы досмотрели эти видео до конца она длинная но я действительно вложила в это видео всю свою душу и очень рада что вы меня поддерживаете у меня есть группа вайбере я очень редко социальных сетях да и вайбере я отвечаю исключительно два раза в день потому что занимает много времени если я буду целыми днями отвечать на ваши вопросы которые я знаю что вам это очень важно мне не будет времени работать серьезно девчонки я не смогу не снимать ни мастер-класса не что-то заработать и мне уже сейчас приходится выбирать или канал или заработок и так получается что на данный момент youtube ну очень как бы снизил оплату если возникает такой вопрос то я работаю конечно на продажу обещаю я вас не брошу обещаю как только появится мне минуточка я с вами буду делиться если не мастер-класс в группе вайбере будет все мои будут все мои новые работы и все новые фотографии пока пока